Здравствуйте! В эфире новости общественного телевидения Серпухова. Обзор значимых событий к этому часу в студии Алексей Романовский. Межевые споры. Кому война, а кому и мать родная. Яма рядом с калиткой нам ваша не нужна. Наследники великого махинатора на современный лад. Странный гражданин. Никуда не уезжал, делать никаких не совершил. Дачная амнистия или дачный участок в подарок. Правом расширить свой надел не применил воспользоваться разве что ленивой. Только вот споров и конфликтных ситуаций в садовнических товариществах меньше не стало. Из-за спорных участков разгораются нешуточные земельные войны, в которые погрузилась и наш корреспондент Екатерина Аксенова. Камеру записал, как ты кулаком ее стукнула. Нету ничего. А внизу не видно было, как ты лопатой. Суд оправдал меня. Нет состава преступления. Нету. Они давно не здороваются, а едва заметив друг друга, начинают выяснять отношения и переходить на личности. Плохое общение между соседями не редкость. Но когда на кону стоит земельный вопрос, тут уж в борьбе все средства хороши. 15-20 сантиметров от нашего забора. Куда вы залезли? От какого забора? От нашего забора. Галина, у вас по столбам. Это забор 20 сантиметров. По столбам. А, видишь как? По столбам. И получается, что у нас вот здесь вот будет яма рядом с калиткой нам вашей не нужна. Камнем преткновения стала смотровая яма, оборудованная на земле общего пользования рядом с границей двух участков. Галина Кейбель возмущена. Эта земля не в собственности у соседки Ларисы Ткаченко. А яма находится в непосредственной близости от возводимого ими забора. Вот показывает переписку с адом технодзором. Разрешение на ее размещение отсутствует. За самовольное размещение объекта собственник земельного участка привлечена к административной ответственности. На территориях, скажем так, принадлежащих Серпуховскому муниципальному району возводить всякие роды сооружения, ограждения и так далее и тому подобное возможно только в том случае, если есть согласование и разрешение, скажем так, администрации. В данном конкретном случае разрешение никто не давал, согласование не проводилось. Соответственно, данные действия составили административные правонарушения. На поверку ситуация оказалась глубже злополучной ямы. Спорный участок земли между двумя наделами сегодня превратил соседей в кровных врагов. Раньше дружили с соседями, было все нормально до тех пор, пока они не захватили участок полковника Василия Васильевича. Это вот рядом с нами. Он с нами граничил. Значит, это с 8-го года. Пишет она, что нам мы захватили, что нам неправильно дали, но нам давал сельсовет наш. Мы что, сами захватывали эту землю? Пишут они везде абсолютно. Суды были это уже на протяжении 4-х лет. Каждая из сторон с готовностью демонстрирует правоустанавливающие документы на свой земельный участок. А вот вспомнить соседа Людмила Павловна, прожившая в этом доме полвека, не смогла. По сарай. Это все наше было до 8-го года. Потом после сарая нам дали как вот по дачном месте и продлили участок. С одной соседкой они как-то в дружбе были. А кто там еще у них был? Я-то там ни разу не была. Он был, видимо, хороший, конфликтный. А ничего неизвестно тогда. Они продали, оставили эту землю. Почему тогда? Нет, они при жизни не продали. Она осталась, земля эта. Ею просто никто не занимался. Сын в Москве жил, соснахуй. Они как-то не занимались этой землей. Получается, сосед-то был. И свидетельство тоже было. Вот только землю перед смертью он не успел поставить на кадастровый учет. Сегодня его наследникам будет сложно доказать точное месторасположение дачного надела. Лариса Ткаченко воспользовалась право и расширилась по закону о дачной амнистии. Теоретически администрация сельского поселения, когда согласовывала ей схему расположения участка на этапе геодезии, могла и не знать об этом. Они там сфабриковали фальшивые документы им, чтобы мы туда не лезли. Потому что мы их вызывали сюда, они нам ничего не ответили. И ходили мы, везде обращались. В конце концов, у нас дело дошло до суда. Суд у нас очень долго был. Мы, наверное, года три судились по земле. Но ничего не смогли доказать. Обвинения достаточно серьезные. У оппонентов через забор вызывают смех. Покажите по телевизору. Может быть, раскрутят клубок, про который господа Кейбель пишут. Что все у нас в Серпухове взяточники, а они не могут, бедные пенсионеры, добиться истины. Сегодня нешуточные страсти разгораются вокруг этой березовой рощи, которая пока не принадлежит никому из соседей. А значит, земельные войны вряд ли закончатся миром. Екатерина Аксенова, Данил Белинов, Николай Сертаков, ОТВ Серпухов. Серпухович чуть не лишился своей жилплощади. Находящийся на излечении в психоневрологическом интернате в Егорьевском районе, одинокий мужчина стал жертвой мошенников из родного города. Все подробности этой темной истории в нашем материале. В интернате города Калычево Владимир находится уже с 2012 года. В связи с тяжелой болезнью решением суда он признан недееспособным. Получив серьезные психологические травмы после военной службы, житель Серпухова не может находиться без присмотра врачей. Но каким-то образом доверенность на продажу собственной жилплощади с его подписью оказалась в Росреестре. К нам пришло письмо с управления Серпухов, что ими обнаружена незаконная сделка по припродаже. И мы ответили, что данный гражданин никуда не выезжал, сделок никаких не совершал. Были следственные действия, была подчерковеческая экспертиза, сделка была признана недействительной. Обычная квартира в пятиэтажном доме на оборонном переулке стала целью беспринципных мошенников. В поисках легкой наживы молодая Серпуховичка попыталась осуществить уже многим известную схему. С помощью липовой доверенности, составленной нотариусом Ашиздомодедова, махинаторша попыталась оформить сделку купли-продажи. Первыми заметили подвох и забили тревогу службы соцопеки Серпухова. Когда человек признается недоспособным, опекун обращается к нам для того, чтобы мы издали соответствующее распоряжение об установлении опеки и назначение опекуном. Представить для этого необходимы все документы, все, касающиеся, этого гражданина, начиная со свидетельства о рождении и заканчивая его собственностью. И мы проверяем, мы также делаем запросы, как я уже говорила, в кадастровую палату и в паспортные столы. Также своя проверка у нас. И мы увидели, что в данной квартире зарегистрирована другая женщина, что собственность оформила на нее. А по данным, которые поступили из личного дела интерната, собственность на нем. И мы начали расследовать. Чтобы избежать налоговых вычетов, сумма сделки была нереально занижена. Двухкомнатная квартира, которую якобы продал потерпевший, стоила ему всего 1 миллион рублей. И хоть дело закрутилось еще два года назад, по факту мошенничества до сих пор ведутся проверки. Выяснить, кто помогал преступнице в осуществлении ее планов по краже квартиры у инвалида, сейчас пытается прокуратура. В настоящее время городской прокуратурой инициировано проведение доследственной проверки, направлено материалы в полицию. И сейчас выясняется, кто, какие лица, каким образом осуществили это действие. У органов прокуратуры имеется основание полагать, что в действиях лиц, совершивших преступные деяния в отношении инвалида, имеются признаки преступления, предусмотренные частью 4 статьи 159. То есть мошенничество, повлекшее лишение жилища гражданина. На данный момент сделка аннулирована. Квартира возвращена владельцу и находится в безопасности. Лицам, причастным к этому делу, грозит лишение свободы. Поиском преступников теперь занимается МВД. В связи с окончанием священного для мусульман месяца Рамадан по всему Подмосковью пройдут праздничные мероприятия. Мусульмане Серпухова соберутся на совместную молитву с 7 до 8 часов утра на улице Театральной 23, 17 июля. Как сообщается на сайте Главного управления социальных коммуникаций, именно этот адрес утвержден для культовых обрядов. Ураза Байрам – один из важнейших мусульманских праздников, известный также как праздник разговения. Отмечается он в первые три дня месяца Шавваль в честь окончания поста священного месяца Рамадан. Известно, что праздник Ураза Байрам был установлен пророком Мухаммедом в 624 году. Ураза Байрам подытоживает всю духовную работу, которую проделали верующие. Он символизирует возрождение и обновление духовности. Ваших сообщений мы ждем по телефонам редакции 128 101 и 128 151. Все наши новости вы можете посмотреть на официальном сайте города Серпухова, на сайте редакции otv.defismedia.ru, а также в социальных сетях Twitter, Facebook и ВКонтакте. Увидимся!